Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Танюша, доброе здоровьица. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Как ты поживаешь? Поживаю хорошо, спасибо. Была в Непале, была практически в Марокко. Расскажу все по очереди. Собственно, с последнего и хочу начать, потому что есть потрясающий суп. Суп? Да, холодный. То есть сейчас, когда жаркое время года, очень хорошо используют такие продукты и такие блюда, которые нас охлаждают. И ты как раз привезла один из арабских таких супов, которые способствуют охлаждению организма. По большому счету, это, конечно же, окрошка, но весьма изысканная. Потому что в основе это, во-первых, на кефире, во-вторых, все такое зелененькое. То есть обязательно мята, обязательно огурец, обязательно базилик, обязательно чеснок. Ну и они, конечно, добавляют петрушку. Ну у нас, как обычно, здесь изобилие много чего есть. Поэтому, уверенно, мы все это сделаем и будет вкусно. Единственный, конечно, вопрос. Я в вашей книге «Травник» прочла про огурец. Я даже вам сейчас процитирую. Природа его холодна. То есть из чего и делаем вывод, что вот этот огурцовый... Причем холодна во второй степени. Вот это что такое? Оказывается, каждый продукт, он влияет на нас. И влияние это идет по такому, как бы сказать, принципу. Он может охлаждать нас, он может разогревать нас. И для того, чтобы вот эту градацию учитывать, решили, что в первой степени это продукт, когда человек съел, ну, допустим, что-нибудь, ну, тепленькое, оно не разогрело его. А как бы он теплый, так нормально. Второе. Если он съел что-нибудь или холодное, или уже теплое, то оно его уже разогрело, он почувствовал внутренний какой-то разогрел или охлаждение. Это уже говорят вторая степень. Третья степень, когда он съел и чувствует, да, либо он замерз, как хорошо, либо его разогрело, что аж даже поры тела открылись и выступало из пары. Ты видишь? Ну, допустим, чеснока налупился сразу. Или льда уже взял, льд вот уже холодный. И, наконец-таки, в четвертой степени это может быть для того, что могут уже возникать от жара язвы, либо от холода язвы, настолько сильное воздействие. Вот, ну, естественно, если она длительная, будет кратковременная, но еще допускается, а длительная нет. И поэтому они, древние врачи, решили все разбить по степеням. Степеням. Значит, первая степень нейтральная, вторая уже действует, третья, значит, тогда хорошо действует, четвертая уже лучше. Ну, то есть в жару огуречный холодный арабский суп будет как раз охлаждать, получается, любого человека. Давайте мы начнем резать, а я задам вам еще вопросы, связанные именно с огурцами из вашей книги «Травник». Но перед тем, как резать, опять же в книге прочла, что все-таки лучше отрезать то, что в народе называется попкой, потому что там могут быть нитраты. Нитраты сконцентрированы у носика в меньшей степени, чем у основания. Вот. И в кожуре нитраты сохраняются. Поэтому я бы, вот дома бы делала, я бы почистила огурцы. Ну, может быть, не целиком, чтобы оставить вот, ну, как сказать, вот этот цвет, во-первых, да, иногда зелененький, приятно будет попадать. Согласен. Дело в том, что, что такое вообще нитраты? Нитраты – это минеральные вещества, и где они могут скапливаться? В мякоти огурца у нас в основном имеется вода, потому что он на где-то 95%, 98% состоит из воды. А вот все минеральные вещества, они скапливаются в кожуре и там, где имеются утолщения. Вот в этих различных попках, особенно, где стебель питают. Поэтому там, естественно, они и находятся. И для того, чтобы от них избавиться, лучше всего вот так вот, как я делал. Чистим. Вы про воду сказали. Сюжет из жизни. Со съемочной группой мы были на работе, снимали одну программу и сидели, в общем-то, ну, на улице, потому что снимали в доме. И что-то мне захотелось есть, был накрыт такой стол с кинокормом, вот эти всякие там колбасы, сушки, вижу огурец, мытый-мытый. Я его беру, бессоленочная есть, и, по-видимому, как-то всех вдохновляю. Они говорят, ну, прям тебе нравится? Я говорю, да. Малахов говорит, структурированная вода. Очеред. А где еще структурированная вода? Про другие я вам сейчас промолчу. Но в огурце точно структурированная вода. Я сейчас помою, приготовлю листья базилика. Можно, конечно, брать фиолетовые, но зелененькие они будут понежнее. Потом сохранится такой стиль, бело-зеленый у этого супа. Базилик. Вот я сейчас очищаю огурец, а запах базилика перебивает все. Дело в том, что вот почему используется в холодных различных вот этих вот окрошках у нас и на востоке, вот в этом арабском супе базилик. Потому что его запах, его эманации, они охлаждают. Вот мята, почему мы используем мята? Да. Мята разогревают? Нет, она не разогревает, она охлаждает. Поэтому здесь содержатся такие вещества, которые за счет своих вот этих вот запахов, за счет своих свойств, они охлаждают организм. И хорошо все это используют, конечно, когда в жаркое время года. Поэтому ее любят в сети. Поэтому, знаете, я хочу еще раз акцентировать тогда внимание на мяте. Потому что, ну как мы ее используем? Да, мы ее используем в десерте, да? Мы ее используем в чае. Но вот использовать в суп мяту мало кто догадывается, а очень вкусно. И без мяты это уже не будет арабский суп. Поэтому, конечно, мяту и базилик обязательно. Хорошо, используем мяту и базилик. Мята за счет своих свойств обладает очень сильным свойством охлаждать организм. Поэтому, естественно, в суп ее добавляют. И, я думаю, не просто там основа супа, что, куда все ингредиенты собираются? Кефир, ну или что-то там, какой-то местный кисломолочный такой кислый. А почему именно кефир, как ты думаешь? Вот еще такая вещь. Я думаю, что он тоже, наверное, как-то нейтральный, наверное, нет? Нейтральный это раз, он кислый кефирчик. Кислый, да. Задерживал, удерживал. Возвращаясь к огурцам, Геннадий Петрович, ну просто какой-то загадочный овощ, казалось бы. Что может быть проще огурца? А почитала книгу «Травник» и задумалась, выписала даже. Смотрите, огурец вызывает головокружение и вылечивает кашель, который возник вследствие жара. Действительно, когда у нас, ну, лихорадка и, естественно, организм разогреть сильно, надо внести такое средство, которое бы охлаждали. Огурец способствует тому, что он охлаждает наше, как говорили, древнее естество. Раз он его охлаждает, то он тем самым не торжествует жар и приводит организм к дому. А вызывает головокружение, это как? Он вызывает головокружение, вот насчет головокружения, я, значит, не знаю, за счет чего он может вызывать головокружение. А нагоняет сон? Вот, нагоняет сон, когда человек, вот смотри, все любые вещества, которые обладают, ну, как бы сказать, вот таким вот природной свежестью, они способствуют тому, что расслабляет человека. И, естественно, как только человек расслабляется, возникает сон. Что такое вот еще огурец? Почему он, особенно в жаркое время года, жара, там, допустим, вот, хочется как-то вот от нее избавиться. Конечно. И как только, ты сама знаешь, мы попадаем в прохладное помещение, особенно с жары, это вызывает, как бы сказать, своеобразное расслабление, бодрость, сила и как-то и сон идет, потому что в жаре мы не засыпаем. Да. Вот что очень важно. То есть огурец, как продукт, который используется в жаркое время года, он только для этого и подходит. Хорошо. В этом супе есть еще петрушка. А петрушка, в вашей книге написано, обладает уже горячей основой. Вот это сочетание горячей и холодных. Я бы не сказал, что она обладает горячей основой. Она все-таки не горячей основой обладает, она способствует, это тоже охлаждение. Тоже охлаждение. Это своеобразное, сильное такое душистое средство, которое способствует охлаждению организма. Поэтому в этом супе, сюда можно уже? Да, да, да. В этом супе, или вот мы обычно делаем там различные окрошки, квас у нас, огурцы у нас, и все холодное. Для чего? Для того, чтобы наш организм охлаждить. Поэтому петрушечка тоже растет на рядочке и способствует тому, что борется с теплом путем, путем, значит, самооплощения. Хорошо, моем. Ага. Ну, что мне нравится? Ухраняет запах чеснока петрушка. Да? Хорошо. У нас чеснок еще пойдет. Но есть еще удивительный факт о петрушке. Это действие называется «выводит ветры». Тут есть что рассказать, да? Геннадий Петрович, ветры. Ветры. Петрушка выводит ветры. Какие такие ветры? Значит, имеются различные, будем говорить, уплотнения. То есть там, где идет энергия, возникают закупорки, которые ведут к тому, что энергия уплотняется и возникает ее застой. И древние как раз и подразумевали, что именно вот это и есть ветры, есть сгущение энергетическое, которое надо нормализовать, чтобы оно нормально двигалось. И петрушка за счет своего вот этого фитонцида, за счет своего вот этого духа, она способствует тому, что расширяет поры кожи, она усиливает энергетику. И вот если имеются какие-то закупорки, какие-то затруднения с циркуляцией энергии, а это все пробивается и восстановится циркуляция. Но петрушка настолько сильно действует, особенно ее семена, что считается, что она является еще абортивным средством. Каким? Абортивным. То есть может вызвать доставить вода, поэтому беременные женщины ни в коем случае не должны есть много петрушки. А вот мужчинам нужно, потому что потенцию повышает петрушка. А вот здесь вот, конечно, интересно, она повышает потенцию за счет того, что добавляет как бы движение. Вот движение, мужчина должен быть активным. Но, опять-таки, если слишком много мы употребляем чего-то такого холодного, то у нас это влияет на то, что страсть наша уменьшается. И вот ты говоришь, что здесь имеется что еще, помимо огурцов, петрушки и кислого молока, Обязательно чеснок. Обязательно чеснок. Вот смотрите, чтобы все это чрезмерно сильно не действовало на наш организм и не вызывало все-таки охлаждение, подсушивание, и потеря страсти, потеря теплотворных способностей, которые способствуют пищеварению, надо все-таки немножечко добавить чесночка. О, вот это чесночный дух. И смотрите, дух бывает холодный, это у петрушки, базилика, и дух бывает горячий. Горячий это как раз у чеснока, у лука и другой зелье. Поэтому мы свои окрошки, когда ее делаем, обязательно лучок добавляем, обязательно немножко чесночка добавляем. Вот вопрос про нашу окрошку. Вот смотрите, есть же на квасе, а есть на кефире. Вот я на кефире прям отказываюсь есть, только на квасе мне давай. А вот этот арабский на кефире очень идет даже на ураг. Это странно, удивительно даже. Не знаю, может быть сложно сочетать с кефиром вот эти картошки все. Действительно, если слишком много туда добавляют колбаски, если слишком много добавляют туда яичечко добавляют, и добавляют еще и картошечки, то получается, что этот суп, ну, бывает слишком много продуктов, которые в такой вот среде, которая охлаждает организм, не перевариваются. То есть нету такой особенности или способности к перевариванию. И получается, что все так и лежит, и у многих еще после окрошки такой возникает бурчание в животе. Это говорит о том, что что-то вы переложили туда все-таки. А вот этот суп в основном с солим. А для того, чтобы, смотри, лучше у нас не соль использовали, а использовали морскую капусту, тогда это будет более целебная вещь. Можно поделить пополам. Можно. И знаешь, что еще? Я еще сюда добавил проросшую пшеницу. Даже так. Чтобы сделать наше блюдо более целебным. А давайте, правда, сделаем классический арабский. Давайте, классический арабский попробуем. А я возьму проросшую пшеничку. Да. Значит, классический арабский мы тогда вот чуть-чуть сейчас отложим вот сюда нашей основы. Повторю. Зелененький весел. Пришел огуречек, съел этот кузнечик, съел огуречек. Огурчик. И вот, значит, базилик, мята, петрушка, чесночок. Вот так вот я сюда положу. Ну вот, да? А сделаем целебный. Хорошо. Тогда у меня здесь будет соль классическая. Да, соль классическая. Уже такой супик будет удерживать воду в организме. Хотя и этот удерживает кислый. А я еще добавлю проросшие пшенички, как вы видите. Ой, новенькая у вас. Да, я как раз к этому прорастил. Три столовые ложечки проросшей пшеницы. Проросшая пшеница, как я уже неоднократно говорю, она по своему составу из крахмалистого продукта превратилась в растительный. Она ничуть не будет влиять на сочетаемость продуктов. А наоборот будет его дополнять. И за счет витамина группы В сделает наш арабский суп уже более целебный. А насчет соли? Насчет соли. Давайте попробуем сначала без соли. Вообще без соли, да? Если мы такой суп будем пробовать, или такой холодный суп, я думаю, что он будет выводить лишнюю воду заранее. Хорошо. Или, по крайней мере, удерживать ее. Все, ладно. Все, ладно, будем в красоту. А, вопрос у меня. Огурец способствует выведению желтой желчи. Что такое желтая желчи? Желтая желчи. Дело в том, что в печени у нас, печень, представляете, какой орган, консистенция такая у него, мягенькая. Вот, и что происходит там, значит, образуется желчь, и она медленно, как бы сказать, стекает в желчный пузырь. И для того, чтобы она стала более текучей, надо подать, что? Скульптурированную воду. А где мы ее берем? Паруце. И печень, орган горячий. Из-за того, что он горячий, там может все подсыхать. Делается более вязкий. И как только мы добавляем огурчика, получается то, что надо. И в защиту огурца, что я должен сказать, если вы вырастили огурчик своими руками, и знаете, что там нет никаких нитратов, обязательно используйте кожуру. Потому что в кожуре содержится гораздо больше питательных веществ, особенно минеральных, которые будут влиять на наше здоровье положительно. Укрепляя кожу, ногти, делая прекрасными волосы. Поэтому используйте. Да, дух, естественно, идет такой хороший. Уже запальные соки у нас выделяются. Еще вот есть момент, знаете, какой? Мне нравится, когда вы говорите, захотели поесть, приготовили себе еду. Это очень похоже на ресторан. А в ресторане, а в ресторане. А в домашних условиях часто хозяйки, ну, что берут? Берут бадью и делают на несколько дней, потому что уходят на работу. Что делает моя мама вот для таких супов? Вот это отдельно, без всякой соли, нарезано, оно может простоять сутки. Ничего страшного. А вот этим кефиром заправляйте, ну, товарищи, когда вам надо. Вот это тоже, мне кажется, вполне уместный себе такой совет. Не будет сохраняться свежесть, и можно сделать чуть-чуть на подольше. Действительно, и почему соль нежелательно посолить, а потом ждать? Потому что соль сама по себе начнет вытягивать воду из огурца, из петрушки, из базилика, и все это будет преждевременно убедать. А нам надо, чтобы это все действительно сохранилось такое свеженькое, и только заливай и используй. Поэтому вот сколько мы с тобой тут его делали? И у нас... Десять минут. Десять минут, и получится суп. Ну что, пробуем? Ну, вообще, конечно, я бы дала ему постоять, может быть, там вообще так по жизни, несколько минут, чтобы как-то они там встретились, все эти запахи, все эти вкусы, чтобы они из всех продуктов, из этой сборной солянки, получается, создали свой уникальный продукт, такой молочный, холодный суп. Согласен, согласен. И смотри, Танюша, что мы с тобой еще тогда сделаем? Мы тогда пойдем на эксперимент. Давайте. Мы сделали классический. Классический. Мы сделали уже более... По-малаховски. Да. Целебный. Целебный. И мы тогда сделаем еще, чтобы все это соединилось, измельчилось в виде, в виде такого, ну, будем говорить, сока или пюре. И хотите это спить? Да, на блендере. То есть мы это берем, чтобы тут меньше что-то нам было резать. Мы это все еще... Смотрите, у нас два эксперимента получилось. Сначала у нас... Да, у нас классический это... Послушайте, Елена Петрович, я хочу тогда, подождите, вашего супчика чуть-чуть отложить. Нет, 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 я супчик отставлю. Вы тоже хотите. Я, смотрите, что делаю сюда. Одну час сюда, одну час отставлю, и мы все это попробуем. То есть, меня заинтересовало то, что ты сказала, чтобы все компоненты максимально соединилось, в виде, целое, а для этого мы будем использовать, естественно, блендер. А я тогда уберу и приготовлю красивый стол, чтобы у нас был. Хорошо. Итак, это мы берем. Это мы берем. Перемалываем. Мотор от винта. Ну что, как говорится, настало время пробовать. И, кстати, здесь уже можно, можно, если детям добавить немножечко меда, взрослым, здесь можно соли добавить. Да, да, да. Причем с соли я бы рекомендовал все-таки морской, а лучше с капусты, морской капусты. Соль будет та же, но микроэлементов будет гораздо больше. Итак, начнем с чего? Давайте начнем с классики. Давайте, да. Вот она ваша ложа. Ложка. Пожалуйста. Вот она моя ложка. Итак, господи, спасибо за печень, который вам посылаешь. Пусть даёт. Пусть даёт. Я мяту, наверное, еще добавила бы. Да? Мяту еще добавила? А вообще нет, пошло. Да. Кому как. Действительно, он постоит, тогда все соединиться. Так, ну, пробуем моё. С пшеничкой. Несколько более пресно. И плотнее из-за пшеничка. Да, из-за пшеничка. Надо жевать на грудочко, на зубы. Очень полезно. Вкусненько. Все вкусненько. Так, ну, наконец-таки. О, ну, как пахнет. А вот сюда бы я добавила скорее митку, чем соль. А почему бы нам и не добавить? Послушайте, начали с одного. Начали с одного огурца. Что значит огурец холодной природы? А закончили, смотрите, буквально за 20 минут абсолютно три равноценных блюда. Классический арабский суп. Целебный суп по-малаховски, хотя и арабский. Это с проросшей пшеницей. И вот уже третий, ну, назовем его смузи. Да? Да. Конечно, лучше всего было бы в блендере. А, кстати, мы можем сейчас все в блендер перелить и смешать. В общем, нам есть чем заняться после того, как наша программа закончилась. Да? И вот то, что добавление меда придаст еще дополнительный желчегонный эффект. То есть те люди, которые страдают желчными заболеваниями, вот с помощью вот этого вот арабского супа, с добавлением проросшей пшеницы и меда, я думаю, получат очень хороший оздоровительный и профилактический эффект. Ну что? Мммм. Вот. Если бы меня сейчас спросили о моем хит-параде, то я вам скажу, арабский суп превращается в малаховский смузи. И это мне очень нравится. Спасибо большое, Геннадий Ильич. Ну что, прощаемся уже получается, да? Прощаемся. Прощаемся. Доброго здоровья, используйте наш арабский суп. Да. И в своих мирных целях. Да. И охлаждайтесь. Доброго здоровья. Давайте все туда сейчас выльем и все с медом забьем. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok